Программа дизайн Джулеви. Моделирование блузы прилегающего силуэта. В качестве базовой основы для блузы выберем проект плечевой основы, созданный по системе Мюллер. В проекте есть два рабочих окна. Окно чертежа с набором всех рабочих точек и линий и окно готовых лекал, сформированных из разных контуров. Копируем этот проект под новым именем. Для этого выполним пункты меню «Проект. Сохранить как» и введем его название «Блуза приталиного силуэта». Команда «Смолнии» позволяет увидеть выполненное построение. Для моделирования лучше удалить в окне алгоритма последние стадии работы, где мы из разных линий формировали контур готового вида, внутренний контур. А затем из них собирали лекала переда, спинки, рукава. И теперь в окне лекал у нас чисто. В таблице исходных данных можно ввести параметры нашей блузы, длина изделия, ширина кокетки и т.д. Но можно просто в ходе построения прописывать нужные величины в окнах хода. Можно выключить на экране видимость бесконечных прямыш, имена рабочих точек, чтобы лучше видеть линию. Приступаем к моделированию. Сформируем новую углубленную линию горловины с помощью команды эквидистанты переменной ширины. Откладываем посередине переда 2,5 см по плечу 1 см, а на спинке по плечу 1 см по среднему шву 5 мм. Края эквидистанта можно ограничить на концах. Определяем длину модели вниз от талии, вызывая этот параметр из нашей таблицы исходных данных. Получаем уровень длины модели посередине переда и спинки. И можем провести прямой участок среднего шва спинки. Посередине переда получим линию борта, отступив влево в величину полузаноса. Поставим две точки, соединяем их отрезком. Можно ограничить уровни на концах этой линии, хотя не обязательно. Выточку на выпуклость лопаток сначала удлиним до первоначального уровня ширины спины и переведем частично, удлиняя пройму спинки. Для этого какие-то линии выделяем для смещения, какие-то линии копируем, чтобы смещались именно копии линий. И переводим выточку в пройму на 7 мм. Отключаем выделение линий. Таким образом удлиняя пройму. Удалим лишние рабочие линии. Теперь наносим линию кокетки спинки. По среднему шву спинки откладываем точку на 6 см. И из этой точки проводим перпендикуляр к среднему шву. Находим точки пересечения с линией выточки и пройма. Теперь дотянем конец выточки лопаток в линию кокетки, чтобы перевести остаток выточки плеча в кокетку. Достраиваем прямой участок кокетки. Создаем рабочую группу линий, выделяя, копируя отрезки. И переносим выточку в линию кокетки. Достраиваем прямой участок кокетки. Переходим к детали переда. Проводим линию переноса в пройму. И часть нагрудной выточки откроем в пройме, а именно 1,5 см. Это больше, чем было на пройме спинки, но в вертикальном измерении по вертикали даст нам такое же удлинение, как и на пройме спинки. Около 7-8 мм. Отключаем выделение линии. А теперь остаток нагрудной выточки переда переводим вниз, расширяя талевую выточку. Теперь необходимо удлинить и поднять линию плеча. Откладываем точку на продолжение проймы переда на 7 мм по касательной. И удлиним эту повышенную линию плеча вдоль этого нового наклона плеча вправо. Аналогично повышаем плечо спинки по касательной к плечевой точке вверх. Ну а длину сразу уравняем спереда. Для этого измерим как идентификатор эту эталонную длину плеча полочки и эту длину откладываем на спинке. Строим новый участок плеча спинки приподнятой и удлиненной. Переходим к нижней области проймы, углубляя и расширяя ее для блузы. По линии бока откладываем величину углубления проймы и эту величину откладываем на спинке в заданном направлении. Восстанавливаем перпендикуляр к этой точке. Теперь проводим новую линию проймы переда и аналогично получаем новую линию проймы спинки, углубленную и расширенную. От плеча переда строим на 4 см параллельный отступ командой эквидистанты. Можно ограничить уровни на концах этой линии, хотя не обязательно. Получена линия, переходящая на спинку кокетки переда. Из таблицы исходных данных вызываем параметр длины изделия по боковым срезам от талии. И для проведения плавной линии низа переда отложим по участкам вертикального разреза величину чуть короче, чем по борту. Не 14, в данном случае, а 13,5 см. Еще построим дополнительные точки на перпендикуляре к боковым участкам к средней линии по спинке. Это позволит сохранить здесь прямые углы на модельной линии низа и получить затем плавное сопряжение нашей фигурной линии низа. Строим плавную линию низа бузы, соединяя полученные точки с плайновой линией. Можно дотянуть конец сталевой выточки спинки до ее пересечения с линии низа, укорачивая выточку до уровня низа. Для формирования бокового участка можно измерить, как идентификатор, величину расширения бока и создать эквидистанту переменной ширины. Вверху, на ширину этого идентификатора, внизу сведем отступ к нулю на талии. Можно ограничить конец кривой. Аналогично создаем боковой участок спинки. Создание воротника и кокетки. Удалим ненужные линии, загрязняющие чертеж. Удерживая клавишу клавиатуры Ctrl, сразу удаляются и точки на линиях. Для построения воротника с отрезной стойкой измеряем участки новой горловины, как идентификаторы. Участок горловины переда, участок кокетки переда и участок горловины спинки. Поставим на экране первичную точку воротника. Из нее проведем горизонталь и вертикаль. Откладываем длину воротника по горловине. Это сумма трех идентификаторов. Сумма длины горловины, переда из двух частей и спинки. Затем откладываем ряд рабочих точек. Точка подъема середины стойки 7 мм. Высота стойки 3 см. От нее 1 см подъем воротника посередине. От нее 4 см ширина воротника посередине. Ставим рабочие точки для формирования конца стойки и воротника. Строим точки на перпендикуляре к середине стойки и воротника для плавной линии, то есть без угла по центру. Проводим линию верхнего и нижнего среза стойки. Формируем линию воротника. Отлет воротника. Достраиваем участки конца воротника. И с помощью команды безе оформим закругленный конец стойки. Периодически сохраняем свою работу в базу на сервер. Приступаем к формированию переходящей кокетки спинки. Создаем группу выделенных и копированных линий кокетки переда и укладываем точки попарно к точкам кокетки спинки. Отключаем выделение линий. На пройме кокетки виден угловой неплавный переход на уровне плеча. Можно его немного выпрямить, смещая эту точку на 2-3 мм. Разрежем линию в этой точке. Можно удалить ненужные участки. Продолжение следует...